Всем привет! Это Джей Си Кей и Квантовая Истина. Сегодня четверг, 1 апреля 2021 года и у меня для вас есть особенное сообщение. Это видео будет состоять из двух частей информации, которые я хочу поделиться с вами. Я бы хотела, чтобы вы непредвзято отнеслись к этой информации. В некотором роде, это продолжение видео, которое я уже размещала на своей площадке, где я разговаривала с деревьями. Это не какая-то новая вещь этого века, это то, что существовало здесь с древних времен. Это время, когда люди были связаны с землей и матерью природой. Они читали знаки, они могли видеть символы, считывать энергию земли. Я чувствую, что мы входим в период времени, когда это заново начинает открываться для нас. Новое – это давно забытое старое. Я хочу подойти к этому с некоторой осторожностью, потому что осознаю ответственность за свои слова и влияние, которое это оказывает на людей. Я знаю, некоторые люди воспринимают информацию очень и очень буквально и не могут прочитать контекст, в котором что-то выражается. Поэтому я хочу дать вам эту информацию при условии, что вы понимаете это. Следующие два видео являются прямым сообщением от энергии, с которой я связалась. Это часть природы. Это дерево. Вам не нужно прямо сейчас верить в это. И если вы не верите, что это правда, просто пропустите это видео. Ты должен понять – мы входим в осознание того, что мы многомерные существа. Это означает, что физический план, на котором мы сейчас находимся – это не единственное место, где мы существуем. Мы, многие из нас, начинают вспоминать и открывать для себя свои прошлые жизни. Это не просто какая-то наша жизнь в физической форме, но еще и жизнь как многомерных существ, означающая, что есть многие слои нас в других измерениях и есть более высокие измерения. Мы говорим о восхождении в 5D и мы говорим о нашем пребывании в 3D и в нашем существовании есть еще много слоев. Осознавая многомерность нашего мира, мы должны понимать – параметры этого мира намного больше, чем мы можем это вообразить. Следовательно, существуют такие вещи, как феи или эльфы, различные духи, духи природы, растений и животных – это все разумные вещи и они могут общаться с нами или как-то самовыражаться. Некоторые из нас достаточно чувствительны, чтобы улавливать такие вещи, поэтому я хочу, чтобы вы непредвзято отнеслись к информации, которой я располагаю. Я очень рискую, размещая это, потому что я осознаю, какое это влияние может оказывать на других. Люди отчаянно нуждаются в ответах на то, что происходит в этом мире. Не обязательно, что я дам вам все ответы, возможно, это будет только проблеск чего-то. Я размещаю это видео из чистого инстинкта в надежде, что это даст вам немного понимания этой земли. Вы не можете цепляться за надежду на какую-то дату. Я пытаюсь показать свою жизнь как пример для вас о том, что вы должны пойти внутрь, чтобы найти ответы. Причина вашего несчастья не во внешнем мире. Вы должны найти свое счастье внутри себя. И если то, что ты находишь внутри себя, не делает тебя счастливым, тогда это твоя ответственность исправить это. Это самое важное сообщение из всех моих видео. Я здесь не для того, чтобы делать прогнозы. Я здесь для того, чтобы быть примером для вас и объяснить, что когда вы двигаетесь вперед, это не связано с деталями, это не связано с предсказаниями или слухами. Бывает, какая-то часть информации доходит до меня, иногда нет. Я не интересуюсь 3д мейнстрим новостями. И когда люди задают мне вопросы на эти темы, я не хочу отвечать, потому что я знаю, что мир намного больше, чем это. И я знаю, что это ловушка. Я знаю, для многих из вас, ищущих истину, это отправная точка для своего рода исследований и поиска ответов, потому что нам так долго лгали. И я просто хочу, чтобы вы поняли – это просто поверхность, это не важно. Это не важно. Главное – заново открыть свою связь с источником, с Богом и знать – ты вечное существо. Когда вы начинаете понимать это, вы начинаете снимать слои этого трехмерного мира. Вы начинаете видеть, что вы вечны и все гораздо больше, чем вы думали. И тогда вам будет немного проще со всем справиться. Так что это ваша ответственность – взять на себя ответственность за свою жизнь. Это не ответственность людей, которых вы видите на экране. Это не ответственность вашего правительства. Это не ответственность мировых лидеров. Нет никого, кто придет и спасет тебя. Тебе нужно вбить это себе в голову. Никто не придет спасти тебя. Это мы. Мы спасаем себя. Что мы пытаемся здесь сделать со многими из нас, кто ищет истину? Мы пытаемся показывать вам людей, которые могут помочь вам найти себя. У которых есть ответы на некоторые кусочки паззлов и некоторые способы, помогающие вам заново открыть для себя, кто вы есть и свою связь с источником. Поэтому, когда вы обращаетесь ко мне с вопросами, которые так ничтожны для меня в великой схеме вещей, я довольно часто замалчиваю это, просто потому что не вижу важности этого конкретного вопроса. Я должна следовать общей картине и что мой инстинкт подсказывает мне. Прямо сейчас я чувствую, что нам нужно отказаться от основных новостей и нам нужно начать побуждать людей заботиться о себе и своей целостности. Вы больше, чем новостные истории, вы больше, чем обязательные маски, вы больше, чем химтрейлы. Вам нужно позаботиться о себе, о своем разуме, о своем здоровье и вернуть себе силу. Один из способов сделать это – через соединение с природой. Итак, я это сделала через дерево, которое растет прямо здесь, около моего дома. Однажды я просто протянула руку и коснулась его ветки. Я хотела узнать, почувствую ли я что-нибудь, соединяясь с природой. Я начала слышать голос. Это было очень ясно. Это был дух или энергия этого дерева. Я взяла свой телефон и стала записывать, что я слышу. Я делала запись в реальном времени. Это похоже на форму телепатии и если у вас это хорошо получается, и вы в этом разбираетесь, это происходит довольно быстро. Если вы никогда этого не делали, но пробовали то же самое, вы можете получить чувства или образы, может быть слова, или это будут определенные цвета. Через некоторое время вы начнете ощущать настоящие слова, и вы сможете понять, откуда они, если вы действительно подключились. У меня нет причин сомневаться в произошедшем, потому что это была реальная связь с растением. Мы очень переплетены с матерью, землей и всей природой. Все деревья связаны, вся природа связана между собой. Это одна большая связующая сеть, и мы подключены к ней. Поэтому, когда мы говорим о подключении своего сердечного центра или подсоединении к Гайя, это все общий термин, вы соединяетесь с источником и природой. Это объясняет природу того сообщения, которое я получила от дерева. Итак, я зачитаю его вам. Оно будет состоять из двух частей, потому что я делала его два дня, и я думаю, это два разных сообщения. Не воспринимайте это как предсказание. Я просто хочу, чтобы вы это услышали и взяли из него все, что возможно. Просто доверяйте. Если это резонирует с вами, то хорошо. Если нет, просто отбросьте это в сторону. Я рискую своей репутацией, предлагая это вам. Так что слушайте это видео внимательно. Послушайте и поймите оба этих видео. Не зацикливайтесь на фразах. Слушайте все целиком. Я прочту это. Это было 29 марта. Я протянула руку и держала ветку этого дерева. И я сразу услышала, как будто мы держимся за руки. Я хочу пояснить, что голос, который я слышала, был почти призрачным, как будто он был далеко. Это звучало, как группа голосов. Если это имеет смысл, это как эхо группы голосов. Это была женщина. Я просто знала это. Многие люди, у которых уже есть эта связь с природой, они могут сказать пол и имя этого существа. Так, я продолжу. Я больше, чем просто дерево. Я суть творения. Далее я задала вопрос, что грядет для человеческой расы. Произошел энергетический сдвиг по всей планете. Он зажег новую зарю новой цивилизации. Мы знали об этом. Десятилетиями мы чувствовали на земле вибрации грядущих изменений. Сейчас, в настоящее время, мы надеемся, что вы все видите, что действительно нужно изменить. Вы вышли с другого конца очень темного туннеля. Вы вышли из него на свет, и тьма пытается захватить вас и снова поймать в ловушку. Вы все выходите как странники в новую эру. Держите свет внутри себя. Продолжайте двигаться вперед. Мы – деревья, мать природа. Мы – мать земля. Мы – это органическое творение. Мы чувствуем и видим свет. Мы – не от тьмы. Мы – от света. Поэтому, чтобы вернуть эту часть себя, проводите больше времени на природе. Проводите больше времени среди животных и растений. Проводите больше времени на земле. Как ваши предки до вас, рождающие деревья, были созданы из невероятной силы и мудрости, которая приходит через нашу сущность, нашу энергию. Мы подключены к источнику напрямую, и мы – это физическое проявление этого источника энергии. Это неиссякаемая вечная энергия, готовая быть полученной вами. Свяжитесь с нами, и вы никогда не будете одиноки. Подключитесь к нам, и вы всегда будете в безопасности. Мы не предадим вас. Мы – растение, мать природа, земля, никогда не предаст вас. Вам сказали, что погода будет непредсказуемой и причинит вам вред. Вам также сказали, что это вы нанесли ущерб земле, и именно вы заставили погоду создать такие разрушения. Мы видим все. Мы, стоящие деревья, видим вас, ходящие деревья, как одно целое с нами. Вас сильно обманули. У вас на глазах была пелена, заслоняющая вас от реальности, деревья, которая находится внутри вас. И мы пришли сказать. И мы пришли сказать. Вернись на землю. Вернись к матери природе. Мы здесь. Мы будем поддерживать вас. Не уничтожайте нас. Мы вам не враги. Приведи своих детей на прогулку. Пусть они сидят в объятиях дерева. Позволь им взобраться на ветки. Позволь этим деревьям убаюкать тебя. Это наполнит тебя сутью мудрости за пределами твоего понимания. Когда ты обнимаешь дерево, когда ты чувствуешь его сущность, ты окунаешься в природу и получаешь загрузку. Это доступно для всех, но они препятствуют этому сигналу, этому сообщению в ваш разум, бомбардируя вас оружием массового отвлечения внимания. Оно в вашем доме. Пестициды, гербициды, вся эта выдуманная чепуха, сигналы вай фай, телевидения. Все это блокирует вас от получения наших сообщений к вам. Будьте с нами заодно. Вы познаете истинный суверенитет. Вы познаете истинную свободу духа. Вернитесь на землю. Будьте едиными с природой. Мы все едины. Любой ответ, который вы хотите получить – идите внутрь. Мы просим вас прикоснуться к дереву и почувствовать ответы. Мы свяжем вас с духом. Благословим вас. Это было первое сообщение, которое я получила от дерева. Оно очень старое, теперь я знаю ее имя. Она сказала, что она бинарная. Сначала я не поняла, что это, а потом посмотрела с балкона и поняла, что это два дерева сплелись в кладно. И я не поняла, что это. И я не поняла, что это. И я не поняла, что это. Буддхам-шаранам-гачхами.